Утро страны на телерадиоканале Страна.ФМ Еще раз доброе утро, дорогие друзья! Это телерадиоканал Страна.ФМ, самый солнечный и радостный телерадиоканал из всех существующих. И у нас вот сейчас, знаете, такая важная, яркая нота итогов этого конкурса, этой акции. Мы ждали очень-очень многие дни, постоянно об этом говорили. Но давай напомним, Влад, что было у вас. Да, напомним, что вообще все было дело. Итак, друзья, в течение месяца Страна.ФМ, то есть мы проводили перепись, перепись населения, так мы ее называли, чтобы поближе с вами познакомиться, узнать, кто вы, откуда, почему слушаете и смотрите нас, хотя понятно почему, потому что мы самые лучшие, это все понятно. И объявляли конкурс, между прочим, на лучшее пожелание. И вот сегодня у нас финал всего этого действия. Финал всего этого действия. Я, прежде всего, хочу сказать огромное спасибо всем, кто принял участие, потому что тысячи-тысячи человек нам написали, писали свои пожелания. Такие приятные мы зачитывались, мы, правда, все прочитали. У нас слезы проступали иногда, потому что, когда особенно лично обращались к ведущим, спасибо вам огромное. И сразу хочу сказать, не расстраивайтесь, если вы сейчас не выиграли айфон, потому что у нас буквально через неделю стартуют новые акции, будет еще очень много ценных разных подарков, но сегодня один человек точно не расстроен, потому что у нас в студии Ирина Ясютина. Ирочка, доброе утро. Доброе утро, друзья, пожалуйста, просим любить и жаловать. Здрасте, доброе утро, спасибо, что пришли, хотя не прийти вы не могли, потому что вы сегодня победитель с большой буквы. Влад так разумновался, что с ты перешел на вы, Ира разрешила тебе говорить. Ирочка, вот пользуясь, так сказать, своим служебным положением, мы выражаем тебе огромную благодарность, выражаем тебе огромное восхищение тем, что ты приняла участие в нашем конкурсе, тем, что ты нам написала такие добрые, яркие слова, и вручаем тебе этот подарок айфон 8 от телерадиоканала «Страна это». Валерия, передаю вам ценный подарок, а вы передавайте, пожалуйста, Ирине. Итак, торжественный момент. Спасибо, я до последнего не верила, пока не возьму его в руки. Ну, это свершилось. Есть ли какие-то сомнения? Теперь? Теперь уже не... Надо еще открыть. Вдруг там действительно ничего нет? Там все хорошо, там лежит именно он. Я вам доверяю, я вам доверяю, думаю, что будет... Мы тебе даже потом этот документ отдадим к нему, что все законно, все в порядке. Вот, слушай, хочется, так сказать, почувствовать немножечко себя в твоем теле, так сказать. Как ощущение, когда ты держишь этот подарок? Выпукло. А когда ты его откроешь? Когда я открою, думаю, да, я наконец-то поверю, потому что когда я узнала, что я стала победителем, я вот до момента, пока я его сейчас не взяла в руки, я не верю. А как ты узнал? Вот тебе позвонили. Какая у тебя была реакция? Я ждала звонок по работе, честно вам скажу, и я, наверное, минуты три еще не понимала, что происходит. Вот, это было примерно таким образом происходило. Слушай, ну когда ты списал свое пожелание, ты вот как-то все надеялась в глубине души, что, конечно, это буду я, никаких других людей. Я одному человеку сказала, что вот я должна его выиграть, я должна его выиграть, и это свершилось. И это свершилось, да. А был такой момент, что да ладно бы меня разыгрывать, не может такого быть. Наверное было. Наверное было, да. Ну хорошо, что все-таки ты победил свою задачу. Но теперь этого уже нет абсолютно. Теперь я здесь у вас в студии, я думаю, это уже реально, вот. Более чем. Ирочка, ну конечно, нам хочется всем узнать о том, чем ты занимаешься. Расскажи немножко о себе. Прекрасного города Видное. Живу и родилась там. Работаю в Москве. Получила три педагогические образования, потому что на двух я решила не останавливаться. Как же плечами положила, что девчонки. Три педагогические образования? Да, да. Обалдеть. Я думаю, что это мало. Вот, и после чего я проработала в образовании около восьми с половиной лет. И вот сейчас два с половиной года я работаю в фонде поддержки лиц с нарушением развития интеллекта. А в чем заключается твоя работа? Что ты делаешь? Я занимаюсь поддерживаемым трудоустройством. То есть я ребятам мало того, что ищу работу, я помогаю им освоиться на этой работе, запомнить дорогу от дома до работы. Ну и вот семью и работу, да, проводим с работодателем. И естественно, да, что когда собеседование, вы тоже там рядом руководителем. Обязательно, да. То есть наша программа почему поддерживаемая? Потому что мы именно с ними ходим на собеседование. Ну а вот... Чтобы он не растерялся и представляем его там интересы. Самый момент до того, как человек уже пошел на собеседование, вы ведь проводите какие-то тренинги, чему-то учите. Да, обязательно. Расскажи немножко об этом. Да, мы встречаемся с человеком, узнаем как можно больше о нем. Общаемся с родителями, с бывшими педагогами. Если у человека есть опыт работы, да, пусть даже кратковременный, мы стараемся выяснить, как он себя вел, какие у него были там положительные моменты, далее наоборот отрицательные. Вот, стараемся это все выяснить, проводим с ним тренинги, вот, готовим его к работе и дальше начинаем поиск работы. Потому что готовых работодателей, к сожалению, нету. Мы исходим от человека, от его потребностей, того, что он хочет. Ну и я так понимаю, что за два с половиной года удалось строить, ну, достаточное количество людей, адаптировать их. Да, нам бы хотелось это больше, да, число, к сожалению, это не очень большое. Вот, но за каждым случаем стоит реальный человек, да, реальная история успеха, его самостоятельность. Самостоятельность, самое главное, да, потому что ребятам старше 18 лет, ни для кого не секрет, что они заканчивают какую-то, получают профессию и потом сидят дома, да, потому что они не могут выйти на открытый рынок труда. Мы же помогаем им в этом адаптироваться, стать более самостоятельным. Один из примеров, когда человек говорит, вот, я на первую зарплату купил маме подарок на день рождения впервые за 25 лет. Это так трогательно, ребят. Это круто у нас, очень круто. Слушай, очень нужная у тебя полезная профессия, и вот, если не секрет, может быть, я не знаю, мы, вот, Влад и я можем быть чем-то полезным. Вы волонтеров принимаете? Да, у нас фонд «Лучшие друзья», Best Buddies.ru наш сайт, заходите, мы, это волонтерское движение, которое во всем мире присутствует. Мы всегда рады волонтерам. А Best Buddies, это по-английски «Лучшие приятели», да? Лучший друг, да, ну, некий такой друг. Ира, слушай, а скажи, пожалуйста, это настоящая история, что тебя называет Ирина Видновченко? Да, это настоящая история, да. Подошли из города Видного? Подошли из города Видного, да, и когда вот появились соцсети, я решила, ну, зачем свою фамилию выставлять, да, ну, я написала «Видновченко». И с этих пор все мои коллеги, это более, там, 200-300 человек из образования, да, Москвы, многие считают, что это моя реальная фамилия. И сегодня для них откровение, как? Да, кто ты такая вообще? Тогда мы можем прямо сейчас сказать. Итак, друзья, у нас в гостях победитель нашей переписи населения, переписи населения страны ФМ Ирина Видновченко. Да, для тех, кто не знает. Утро страны на телерадиоканале «Страна ФМ». Еще раз всем доброе утро, кто к нам только что присоединился. Я напоминаю, что сегодня мы произвели уже награждение победителя акции «Перепись населения страны». И победителем стала у нас Ирина Юсютина. Ирочка, еще раз доброе утро. Ирина Видновченко же правильно, мы же договорились. Только так выразивайте. Ну, я как по документам. Может, и так, и так, я разрешаю. Окей. Как у нас в призовом листе, значит, ну вот и лежит у нее этот айфончик, она его пощупала, говорит, выпуклый, тяжеленький, красивенький. И вот вы знаете, я привыкла, что в гости надо ходить с подарками. Ну-ка, ну-ка. Да, ну, может, меня в гости пригласили сегодня? Да, да, да. Мы очень уважаем этот подарок. Но чувствуя себя как дома. Поэтому я к вам пришла с таким замечательным подарком. Best Buddies. Да, это сумочка. Там внутри две футболочки. О-о-о. Две футболочки. Какая бремя. Да, вы можете... Не поделитесь, потому что они разного цвета. Примерьте. Я надеюсь, будет в самый раз. Слушай, как приятно. Спасибо тебе огромное. Неожиданно. Чтобы не только я радостная была, вы тоже, чтобы... А то только мы дарим футболки, а кто-то нам подарили. Слушай, я хотел спросить вот о чем. Ты нас смотришь, слушаешь, ну, чаще всего, как обычно. Я вас слушаю. Теперь смотри, у тебя есть замечательный гаджет. Да. Ты можешь скачать специальное приложение телерадиоканала Страна FM. Нас не только слушать, но и смотреть. Да. Вот футболочки, кстати, замечательные. Обязательно последуйте. Ир, спасибо тебе большое, огромное. Это наш логотип. Слушай, еще хотел спросить вот о чем. А почему, собственно, такой вопрос очевидный, но мне просто интересно. Я думаю, что и всем нашим слушателям и зрителям, и тебе, Валерия, тоже. В первую очередь. А почему Страна FM-то? Почему выбор полна на нас? Как ты нас выбрала, да? Ну, я вообще верю случаям, и это вот случай как раз яркий пример. Мне друзья где-то полтора года назад подарили портативную колонку, и мы недавно переехали с моим молодым человеком, которому... Можно я привет передам? Он очень меня просил. Как его зовут? Его зовут Сергей, он сейчас нас слушает. Привет, Сережа! Вот. И мы на новой квартире, у нас заловило радио, то есть в этой колонке есть радио, и она заловила, и я вот попала на вашу волну, стала слушать. И, знаете, я хотела вам сказать спасибо за то, что у вас равномерно музыка, речь и вот реклама, что можно вот поднять себе утром настроение. Да. У нас устроено все очень гармонично. Очень четко, систематично, я бы хотела сказать. А мы на самом деле с Ирой тут шутили. И поэтому вы. И Ира говорит, вот иногда я держу себя в руках, потому что боюсь, что я что-нибудь скажу, а шутку мою никто не поймёт. А я говорю, Ира, я каждое утро так делаю, и смотри, вот видишь, позитивно. Вот, зацепила. Зацепила. Мы наши друг друга. Рыбат-рыбака видят. Что, может быть, в перспективе, когда-нибудь ближайший, мы как бы и в эфир вместе поработаем? А может, а мы сейчас работаем вместе. Приглашайте. Опять же, дело в случае, правильно? Дело в случае. Программа, это где приветы. В этот момент я готовлю, как правило, ужин. Программа по заявкам. Обязательно. Антон Климанов, Полина Меда. Вот, и каждое утро я слушаю программу, когда, сейчас можете ошиблась в названии, когда две песни замиксованы друг с другом. Игрули. Абсолютный слух называется игрушка. И буквально вчера утром, когда я собиралась на работу, говорю, так, ну там, мужчина был у вас в эфире, я ему мысленно думаю, посылаю ему, ну давай, давай, отгадай, отгадай. Это примерно вот так происходит. И он, и он долго-долго. Сегодня тоже еще дольше. А ты сама не звонила? Нет, не звонила. Так, давай договоримся. Я риск долго крашу, поэтому не могу телефон в момент держать. Валерия, нельзя специально так договориться. Ну почему можно? Итак, друзья, у нас в гостях Ирина Ясютина или Ирина Ведновченко, как мы ее называем, ласково и нежно. Победительница. Да, победительница, которая получила сегодня замечательный приз iPhone 8. Утро страны. На телерадиоканале Страна ФР. Ну не знаю, мне кажется, мы по нужную сторону рая находимся. Сегодня у нас здесь потрясающее настроение. Столько радости, столько энергии, столько позитива. Победительница переписи населения страны Ирина Ясютина присутствует у нас сегодня здесь. Ирочка, еще раз тебе привет. Огромный от нас. И вам еще раз привет. Я хотел спросить вот о чем. Да. Не могу не спросить. Ты фонтанируешь энергией. Вот бесконечно практически. Да. Мне кажется, 24 часа в сутки это происходит. Это у тебя врожденные чувства? Или как-то вот со временем, когда ты начала заниматься серьезными делами? Развивала. Развивала, да. Наверное. Нет, не знаю. Это сложный вопрос. Мне кажется, это врожденное. Я с радостью махала руками, но я боюсь повредить микрофон. А ты не бойся. Не, 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 у нас можно. У нас можно ничего. Вот, отлично. Слушай, помимо... Многие не знают мою фамилию истинную, хоть по телеку увидят и узнают, что это я. Помимо того дела, о котором ты рассказал, о котором ты занимаешься уже достаточно большое количество времени, у тебя же есть потрясающее хобби совершенно. Да. Ты же шьешь. Дизайнер. И шьешь не только одежду, но и всякие интересные штучки. Игрушки шью, игрушки шью, шью одежду. Как правило, дарю это друзьям. Вот. Одежду шью для себя, ношу и радую мир. А игрушки какие? Игрушки какие? Не, мы это знаем. Мы за кадром уже говорили. Из ткани, да. Шью игрушки из ткани. Жирафиков, зайчиков различных, да. А хомяков шьешь? Нет. Ну вот надо подумать об этом. Ты подумай, потому что вот хомяк это очень хорошее животное, да. Я вот люблю. Мне бы можно было задарить его. Я теперь просто знаю, кому подарить его. Так не было запросов. Да. Я обязательно подумала. А это и с детства у тебя тоже пришло? Ты все детство шел, когда маленькая девочка была? У меня был опыт где-то в раннем возрасте, да, когда я пробовала. И потом где-то лет в двадцать я решила повторить этот опыт. Мне подарили машинку швейную. И я думаю, вот, это знак. Опять же знак. Образование у тебя профильного в этом случае нет никакого абсолютно. Нет, нет, нет. Это все самоучка. И вот я считаю, что очень даже удачно. А вот ты дизайнер платьев, да. Вот в каком стиле ты творишь? Я не знаю, как стиляги или что-то наоборот, какие-то мини-агрессивные 90-х. Очень удобный. Кэжуал некий такой. Быстро шила, одела и пошла. Молодец. И красиво. А перешить можешь, допустим, плотенькую одежду? Могу. Я же этого начала, на самом деле. Я покупаю нашу одежду. У меня с рубашкой непорядок. Все прекрасно. Просто давай рукава надо. Вот. Вот. Да, там можно рукава подвернуть, кстати. Будет вообще вот такая вот футболка. Еще больше? Нет, нет футболку. Хорошо, ловлю. Вот так вот. О нашем имидже позаботиться сейчас. Да. Слушайте, ну у нас остается не так много времени. Да, мы хотим, Ирина, тебя еще раз поздравить. Спасибо за то, что слушаешь и смотришь. Теперь будешь в десять раз больше смотреть телерадиоканал «Страна ФМ». Спасибо, что победила. Спасибо, что участвовала. Спасибо за те потрясающие слова, которые ты написала и нам прислала. А теперь вот тебе предоставляется слово сказать буквально все, что ты хочешь. Ой, спасибо вам огромное, что вы меня позвали. Наверное, к концу эфира я только понимаю, что я здесь с вами. И это реально. И вот это у тебя в руках. И это реально, да-да-да. Когда я с ним уйду, буду обязательно постить различные картинки, изображения своего творчества, не только. А вам, я повторюсь в своем пожелании, потому что мы его не зачитывали в прямом эфире, да, поэтому я его скажу. Я желаю вам процветания, успехов. И не только тем, кто находится в эфире, а всем, кто помогает вот там, 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 везде. У нас большое количество людей есть. Состояться, да, в этим всем прекрасном настроении у людей, которые слушают это радио. Ирочка, было очень приятно с тобой пообщаться. Я надеюсь, что еще будем общаться с тобой и за эфиром. Я очень надеюсь, да. Поздравляем тебя еще раз. Ты можешь по своему руку? Да, да, да. Друзья, Ирина Исютина, наш победитель, вернее, победительница. Еще раз поздравляем с победой. Пиши, звони нам еще. Спасибо, вы тоже. Пока.